привет друзья ну по нашей шкале времени 1973 год продолжается и это уже третья часть выпуска посвященная 1973 году вы мои подписчики во всяком случае многие из вас просят в этих рассказах не забывать рассказывать и о себе ну как бы частично касаясь своей биографии вот и сегодня я немного расскажу о том что было со мной в этом самом 1973 году все дело в том что этот год для меня был очень важным в моей дальнейшей судьбе я летом защитил диплом в техническом институте вечернем институте и мне надо было точно определиться либо я буду продолжать работать на авиационном заводе где я уже отработал семь лет и совмещать работу инженера с музыкальной самодеятельностью либо я попробую себя в профессиональной музыке тем более что мне было кое-что известно с точки зрения продвижения в этой области да и был неплохой опыт выступления на телевидении где наш вокально-инструментальный ансамбль эврика стал лауреатом всесоюзного телевизионного конкурса ломающим таланты в москве и московской области и также мы принимали участие и во всесоюзном конкурсе этой очень в то время популярной телевизионной передачи и знаете случай не заставил себя долго ждать буквально в начале лета я услышал по радио на кухне объявление о том что вокально-инструментальный ансамбль веселые ребята объявляет набор музыкантов духовиков и был объявлен адрес и телефон но телефон я не запомнил и не записал а вот адрес записал на каком-то листке бумажки клуб красная звезда в районе метро белорусская ну и я сразу же туда поехал долго знаете ли рассказывать о летнем репетиционном периоде этого коллектива скажу только что вот на вот посмотрите в руках у меня пластинка гибкая пластинка как ее называли в то время миньон на этой пластинке песня которая называется нам не по душе покой запись этой песни осуществлялась на всесоюзном радио в доме звукозаписи или его еще в то время называли дзз на улице качалова и это единственная песня где я принимал участие в качестве саксофониста на тот момент времени состав музыкантов на был довольно большим это был александр буйнов клавиши и фортепиано это также евгений казанцев бас-гитара и владимир полонский на ударных инструментов это были солисты вячеслав малежек анатолий алёшин александр барыкин александр лермон также был трубач александр чиненков ну сам художественный руководитель этого ансамбля павел слободкин оказался человеком я бы сказал ну не очень открытым и коммуникабельным тем не менее он пообещал меня оформить мозг концерт я его устраивал но по всем параметрам но к огромному сожалению меня должны были призвать на один год в армию правда осенью мне удалось сделать отсрочку но уж просто страстно мне хотелось работать в этом популярном коллективе но казалось бы сама судьба мне помогла в этом но слободкин был неумолим вот отслужите один год и я обязательно вас оформлю к себе вот так он мне пообещал тогда и вот так я завис между мечтой своей и реальностью а реальность мне диктовала то что надо было оформиться на любую работу во что бы то ни стало ведь я принял твердое решение и уволился с предприятия и опять его величество случай видимо какая-то рука судьбы меня вела по этому пути по пути смены профессии после очередной репетиции веселых ребятах я возвращался домой и уже рядом с метро белорусская кольцевая встретил знакомого музыканта очень хорошего парня гену лебедеву барабанщика и поведал ему о своих проблемах а он мне в ответ давай к нам чудак-человек зарабатывать будешь больше чем мозг концерте да и у нас довольно сильные коллективы музыкантов репертуар любой от джаза до суперстар это знаете что такое суперстар это тогда очень большой популярностью в кабаках пользовались песни из рок-оперы иисус христос суперстар но организация это относилась к министерству культуры и называлась московское объединение музыкальных ансамблей сокращенно мома кто в ней только не работал и те же самые артисты мозг концерта которых не устраивали долгие гастроли а это была очень весомая проблема в те времена с точки зрения сохранения семьи ну и вот гена дал мне адрес и я пошел сразу же в разведку тем более что организация это находилась как раз рядом с метро на белорусское на тишинке пришел почитал объявление на доске увидел много незнакомых мне музыкантов во дворе ну и оставил объявление сразу же ко мне подошел парень расспросил меня о том о всем о всяком и говорит пошли познакомлю с нашими ну и дальше пошло и поехало я попал в очень хороший коллектив вот здесь на этом фото мы сдаем конкурсную программу и сразу же после этого нас направили в прекрасный ресторан ресторан пекин рядом с метро маяковская в то время в москве были просто золотые времена для музыкантов рестораны были вечером просто переполнены особенно в центре столицы публика была очень доброжелательной посетители и гости столицы часто ходили в тот или иной ресторан просто ради того чтобы послушать музыкантов своих любимых были любимые певцы и надо сказать по уровню но ничуть не уступающий концертным коллективом вот так судьба распорядилась со мной таким образом и с этого момента я начал свою трудовую жизнь совсем в другом качестве был мастером инженером на авиационном заводе а стал просто музыкантом и все самое интересное у меня только начиналось с этого времени именно с 1973 года я со всей страстью окунулся в эту интересную для меня работу наконец-то занялся своим делом как мне говорили мои старые друзья нужно было сделать очень большой репертуар песен многие песни надо было выучить наизусть и в плане вокала и в плане игры на гитаре на флейте и в общем скучно мне не было наступал 1974 год но об этом я расскажу вам в следующем выпуске и так друзья подписывайтесь на канал с колокольчиком напоминаю всем о моих плейлистах блогах их восемь все они достаточно интересные там и песни и мои авторские песни и саксофон и чего только нет посмотрите не поленитесь думаю всем это пригодится плейлисты обновляются моей музыкой все аранжировки песен моего канала мои авторские и я в эфире появляюсь как всегда регулярно по вторникам и пятницам ровно в 17 00 и так друзья удачи всем вам до следующей встречи пока а 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 Продолжение следует...